Безусловно, очень интересные события в эти дни кипят в Башкортостане. Об этом мы поговорим с политологом Русланом Айсиным, который сейчас к нам присоединится. Вот я его уже вижу. Руслан, Исэнме, или, как говорят башкиры, Саума. Хаума, Хаума. Хаума, Саума, да. Приветствую вас всех. Я таким образом, может быть, для тех наших зрителей, которые не знают, хочу показать, что мы с Русланом татарой, но татары и башкиры — это очень родственные народы. Может быть, даже их языки гораздо более близкие, чем украинские и русские языки. И любой татарин понимает башкира без перевода, и они могут общаться без переводчика. И у меня, как и у многих татар, в Башкортостане есть родственники. У тебя, Руслан, есть родственники в Башкортостане? Да, есть. Дело в том, что, согласно исследованиям лингвистов, татарский и башкирский — наиболее близкие языки, у них лексика, по-моему, на 97,7 процентов. Идентично. Поэтому подтверждение ваших твоих слов. Но я вот таким образом пытаюсь показать, что это для нас не незнакомый регион и далеко не чужой регион. Руслан, скажи, пожалуйста, на твой взгляд, почему так рвануло в Башкортостане? Да, мы знаем, что пытаются посадить на 4 года активиста Фаиля Алсинова. Были крупные протесты в Баймаке. Сегодня уже были протесты, ну как протесты, народный сход, назовем это так, в Уфе. Он тоже был разогнан. Некоторых людей задержали. Но видно, что людей очень взволновало это событие, этот арест. И это по-настоящему стало крупным триггером. На твой взгляд, почему? Ну, в общем-то, я думаю, что здесь комплекс всевозможных проблем. Первое — это усталость людей от произвола властей, усталость от войны, усталость от бесконечных обещаний. Более того, Ради Хабиров довел республику до, так сказать, согласно твоей передаче, да, низшей точки. Фактически потому, как еще в советское время Башкортостан по некоторым показателям обгонял та СССР. Две пограничные республики. И даже в количественном, так сказать, отношении, в плане населения, там было больше людей, а сейчас поравнялись. То есть люди уезжают из Башкирии, из Башкортостана, уезжают в том числе в Челябинскую область, куда, кстати говоря, этапировали Фаилиал Сынов. Вот. Ради Хабиров, в общем-то, человек, несмотря на то, что из республики вроде как, ну, он воспринимается как пришлый. И, естественно, эти факты, плюс ко всему, это такой достаточно пассионарный регион. Сами Башкиры очень пассионарные. Известно, когда Иван Грозный завоевывал, и впоследствии, когда шли волны христианизации, русификации, очень многие представители народов по Волже, бывшего Казанского ханства, уезжали, вот, убегали туда, за Урал, на Урал, вот, на территорию, в том числе нынешнего Башкортостана. Поэтому это люди, которые генетически сформировали некую неприязнь по отношению к Москве, к ее имперской политике. И то, что произошло, ведь эта история тянется достаточно давно, из Куштау, из личной вендетты Хабирова по отношению к организации Башкорт. И вот к этим ребятам, я их хорошо знаю. Это очень скромные, кстати говоря, интеллигентные люди, их очень уважают, их очень ценят. Именно простые люди, потому что знают, они на виду, что эти люди бессеребреники, они готовы ради народа, ради республики и в горячий дом влезти, и в трескучий мороз выйти, что называется. Что и происходило, их преследовали, облагали и налагали штрафами, и все остальное. Все это копилось, и я думаю, что вот сейчас это просто вылилось. Это еще демонстрация того, что их влияние, их авторитет куда как больше, чем авторитет власти и ради Хабирова лично. Вот мне трудно представить, что где-то в регионе Российской Федерации, в регионах Российской Федерации, за какого-нибудь губернатора Пупкина выйдут люди. Вот мне вот под дубинки там ментарские, мне трудно представить. Но здесь мы видим, люди, зная, что им грозит, вышли поддержать одного из своих лидеров. Это еще демонстрация того, что, как говорил в свое время Ленин, когда за ним пришли жандармы, что вроде стена серьезная, крепкая, ткнешь пальцем, гнилая, развалится. То есть вся имперская сущность, она именно такая. Давайте не забывать, что Советский Союз развалился по именно национальным основаниям из-за нерешенного национального вопроса, как учили нас в университете. Руслан, а вот скажи, пожалуйста, для наших зрителей, которые, может быть, не знают. Вот в эти дни много говорят о том, что действительно в этом протесте есть не только социально-экономический, но и этнический национальный элемент. Вот чем недовольны башкиры и другие представители так называемых нацменьшинств в России? Ну, недовольны, конечно, в целом политикой русификации, недовольны притеснением языка башкирского в том числе, то, что его буквально выволокли в 1917 году из системы образования. То, что эти люди... В 2017, я уточню, в 2017. А то выглядит в 2017 году, как после Октябрьской революции. Ну да, но именно для народов она выглядела как революция фактическая. И этих людей преследовали, кто занимался языковым активизмом. Все остальное это копилось, копилось, потому что, с одной стороны, Москва требовала от них все более и более серьезного подчинения и лояльности, а с другой стороны, их неотъемлемые права, в том числе национальные, просто-напросто отбирало. Так получилось, что вот этот район, в том числе Баймакский, где проходил суд, это вот юго-восточная часть Машкортостана, она заселена в основном башкирами, и вспыхнула. Потому что этот нерешенный вопрос, невозможно загонять его постоянно куда-то, постоянно, так сказать, пытаться ее камуфлировать под какую-то уропатриотическую риторию, как я это пытался делать ради Хабира, кстати говоря, да? Вы знаете, что он там едва ли не лидер по количеству сформированных так называемых добровольческих батальонов для войны с Украиной. Он именно пытался это продавать Москве, что я неэффективный менеджер, а кому он нафиг нужен сейчас? Вам же нужно, чтобы я поставлял людей на фронт. Вот я этим занимаюсь. Он этим занимался. И сказать, что проморгал, наверное, я не скажу, но фактически он думал, что он может все контролировать, что кто пойдет против в условиях фактически зарождающегося тоталитаризма, но кто восстанет. В 1934 году вообще другие тюрки на Кавказе, на Северном Кавказе, карачаевцы восстали их, подавляли их восстание танками и авиацией, кстати говоря. А знаете, по какой причине они восстали? Потому что им запретили носить их бурки, вот эти вот национальные, да, с кинжалами. Все начинается, как известно, с малого, и в французской революции началась, так сказать, с бунта в Бастилии. Поэтому я к этим процессам отношусь очень серьезно. Они демонстрируют, что власти очень слаба, региональные, уж тем более федеральные. Надо отметить, что ментов-то они пригнали как раз-таки из соседних регионов, скорее всего, из Челябинской области. Потому что у них есть опыт, когда, помните, в Хабаровске ОМОНовцы отказывались разгонять людей, протестующих после этого, там, из Москвы, из Рязани пригоняли и так далее, и так далее. Ну ладно, это тогда, там, 18-й год. А сейчас же все эти Росгвардии и прочие подментованные шушеры, они же как бы на фронт посылаются, соответственно, у них уже нет тех административных ресурсов для того, чтобы давить людей по всей стране. Ну просто нет, кстати говоря, что если мы говорили о 17-м годе, в 17-м и 17-м году точно так же и случилось. Просто внутри Российской империи не хватало уже силовиков, чтобы подавлять народные протесты. Просто власть развалилась, как писал Розенов, за три дня, и вся империя пала. Но, собственно говоря, Башкортостан ведь не рядовой регион, не простой. Не только потому, что эмоционально, но и потому, что там есть специфика, связанная с тем, как я уже сказал, что туда убегали, так же, как и на Урал, да, люди, которые не согласны были с имперской политикой, с форсификацией, соответственно, они выработали определенный нарратив и стереотип поведения, сопротивления любой власти. То есть они знают, что такое сопротивляться власти. Тут там татары-башкиры, кстати говоря, убегали, в том числе, в Казахстан, вплоть до середины XIX века, и такое было, и казахи их принимали. В общем-то говоря, поэтому этот опыт как бы генетически присутствует. Но и то, что ради хабиров, несмотря на то, что он этнический башкир, башкорт, он фактически работает против башкирского народа. И это, конечно, оскорбляет башкир еще сильнее. Потому что на его фоне даже такой негодяй, как Муртаза Губайдулыч Рахимов, которому, по-моему, поставили памятник Уфе, кажется просто, так сказать, Махатмой Ганди. Хотя я напомню, что именно ради хабиров был главой администрации Муртазы Рахимова, и тот рассматривал его как своего преемника. А тот, знаешь, что делал? Он пошел на сеть парадные переговоры с Сурковым для того, чтобы додавить Рахимова. Почти делал начальника. И Рахимов это прознал, его выгнал просто. И, естественно, он нашел где приют. У Сурковой тот назначил его начальником управления внутренней политики администрации, тогда Медведев. Но тогда все равно это привело к отставке Рахимова. То есть хабиров — это предатель еще и внутри номенклатуры, которому не доверяют. И, собственно говоря, ведь еще и конфликтность вот эта вот тлела с тех пор, когда он вместе со своей женой привел туда ее команду, семью, вернее, клан армянский. И они стали наглым образом заходить, отбирать бизнесы у людей. И это приводило к прямым столкновениям с жителями Башкортостана. Прямыми. С палками, с крестрелками. Об этом особо не распространялись, потому что блокировали и купировали. Вот. То есть это еще в глазах жителей Башкортостана выглядит просто как человек, я извиняюсь, заполз под каблук инородной жены, и жена ему диктует на нашей земле. А это же все как бы копится, копится, копится. Еще и Курштау, да, когда весь Башкортостан, там, независимости, русские, татары, башкиры, левые, правые, монархисты, социалисты, они все объединились. В плане защиты, значит, этой горы. Шиханов. Поэтому ради Хабиров у него единственный актив, единственный актив — давить. То есть он может представлять себя Москве, что если сейчас вы меня выкинете, отправите там, условно говоря, куда-то полпредом, то тогда здесь все развалится. Поэтому он активно давит на то, что это сепаратисты, исламисты, и так далее, и тому подобное. Но я, кстати, обратила внимание, смотри, на очень интересный момент. Во-первых, оппозиционные российские СМИ, ну, во всяком случае, часть таких вот, медиа, а конкретно, допустим, медиа Сота, оно вчера писало о Фаиле Алсынове как о таком радикальном националисте, чуть ли не нацисте. И у них прям был такой пост. Если вы подумали, что там был какой-то демократический или антивоенный протест, то нет. И это был протест националистический. Да и сам Алсынов, он тот еще. Значит, дали там цитату, какую-то цитату Руслана Габасова, оппозиционного башкира, который сейчас находится за границей, где он вспоминал, значит, их совместные годы юности, как они там на какие-то драки и так далее вместе ездили. Ну, то есть, такое ощущение, что российская оппозиция сама не знает, как к этому относиться теперь. То есть, вроде бы, вот в России начались протесты, да, но как будто бы это не то, что ей надо. И вот заметь, например, никто из российских политиков оппозиционных, которые опять-таки сейчас все находятся в эмиграции, никак не обратился к этим людям и не высказал свое отношение. Но, во всяком случае, я могу ошибаться, может быть, я даже была бы рада ошибиться. Но я не видела ни одного какого-то внятного, четкого умозаключения по поводу этих протестов или обращения к этим протестующим. Так, чтобы они сказали, ребята, мы с вами, мы протягиваем вам руку поддержки, давайте присоединяйтесь к нашему демократическому антивоенному протесту, мы масштабируем наш протест, и что-нибудь у нас получится. Вот, может быть, я ошибаюсь, ты как думаешь? Нет, абсолютно верное твое замечание, потому что вчера мне тоже приходилось очень много комментировать все эти дела. Я не помню, кто-то, я откомментировал, через некоторое время они опять мне задали вопрос, извинились, уточняющее, якобы один имам сказал, что они ваххабисты. Значит, можем ли мы говорить, что Алсин ваххабист? Давно забытое слово «зраньего правления Путина». Когда Путин приходил к вальде, он очень активно использовал этот термин, да, для подавления, значит, для наведения русского мира на Кавказе. Да, да, да. Я говорю, ну этот имам же работает в системе духовного управления мусульманной республики Башкортостан, да. Я говорю, ну это же установка, я говорю, ну тут же понятно. Сейчас просто сделать из них страшных, так сказать, пожирающих детей на завтрак и так далее, и тому подобное. К сожалению, либеральная оппозиция или она очень инфантильна, или она очень недальновидна, потому что реально она воспринимает, что протесты должны быть в Москве, а все, что происходит в национальных регионах, это действительно очень страшно. Почему-то ее представления о демократии, они какие-то садово-закольцованные, скажем так, да. Знаешь, когда граф Кропоткин после победы революции, опять мы вспоминаем, приехал на вокзал, его встречала толпа анархистов, обкокаиненные, пьяные, значит, эти матросики, и он говорит, неужели это мои последователи? То есть у него было какое-то представление об идеальных анархистах. Ну, такого не бывает, так же, как и идеальная демократия, потому что если мы берем полюсную демократию в Греции, там были и рабы, и метеки, и все остальное, как бы... Бодриар же писал, что демократия – один из видов симулякров, то есть это стремление к тому, чего нет в природе, да, не бывает идеальной демократии. Поэтому я бы действительно на их месте открыл бы глаза и воспользовался этой ситуацией, поддержал, поддержал эту ситуацию. Более того, ты знаешь, вот когда в семнадцатом году вся эта история с языками началась, как раз с ребятами, в том числе Алсыновым, Габасовым, мы создавали демократический конгресс народов России в Москве, провели конференцию, и очень многие оппозиционные деятели, которые, ну, имеют серьезный вес, они отказались нас поддержать по той простой причине, сказав, что мы просто все националисты какие-то. То есть очень странно, это же стремление к демократии, нормальное, в принципе, когда интересы всех народов и всех людей учитываются. Чем больше, так сказать, власть будет рассредоточена, чем больше она будет федерализирована, тем меньше она будет монополизирована, да, тут как бы дважды два-четыре пифагоровые штаны во все стороны равны. Но у них стоит вот здесь какая-то шторка, значит, если это там Башкортостан, Татарстан, якуты и кавказцы, то это все. Это страшно, это людоедство и так далее, и тому подобное. Я думаю, что это как раз вот это имперское начало, оно тянется. Это не то, что я потрафляю каким-то сейчас трендом, да, там, антиколониальным. Просто я как историк об этом говорю. Что, в принципе, вся российская либеральная интеллигенция, она была имперской. Потому что даже Пушкин говорил, что у нас главный либерал – это император. Вот он главный либерал. Он дарует свободу, он дает нарративы. И это же все как бы передавалось-передавалось. То, что мы сейчас имеем, когда либералы фактически… Ну, так получилось, что они в основном сконцентрированы в Москве и в Питере. Две имперские столицы, хотим мы того или не хотим. И отношения соответствующие, да. Ну, ты же пожилай, и мы в Казани, и в Москве, в общем-то, да, прекрасно понимал вот этот московский снобизм. Мы же все прекрасно знали, что такой московский снобизм, когда, так сказать, иду, и под ногами ничего, и никого не вижу. Все это присутствовало и в политическом поле, и в политическом аспекте. Это тоже проявляется. Для них башкиры там и все остальные – это какие-то темные дикари и кочевники. Дикари и кочевники. Но в этом случае, дорогие друзья, никакой демократии у вас не получится, потому что нету другого субъекта политики, который может снести к черту путинский режим. Нету его. Ну, не студенты за шариком, всех перезакрывали. Ну, нету другого субъекта. А вот как раз известный политолог Пастухов Владимир, он тоже написал, что как раз вот эти протестные движения в национальных республиках могут снести режим путинский. Ты как считаешь? Правда, могут? Ну, абсолютно. А, собственно говоря, в Совке так и было. Давай вспомним, как Советский Союз, ну, я как бы беру последнюю фазу, да, понятно, что там огромное количество проблем было, но именно то, что полыхало в национальных окраинах, нерешенность национального вопроса к этому и привело. Хотя вот мне говорят, да не может быть, там они все верны Путину. А что, первые секретари не присягали партии и правительству? Не присягали. Что они не имели членские билеты ПСС, эти имеют членские билеты Единой России. И что, страна развалилась? Несмотря на то, что она была крепка раз в пять, а то и в десять, чем нынешняя Российская Федерация. И сейчас то же самое будет. Ведь невозможно постоянно давить и при этом не ожидать, что вот эта вот сжатая пружина тебе в конечном итоге по носу не выстрелит. Невозможно просто. Ну, сколько можно издеваться? Запрещать языки, закрывать школы, вообще, так сказать, обзывать, заставлять детей кричать «я русский», как это было в Казани, да? А что, ты не русский, когда кто-то там отказался петь? А что, ты не русский? Нет, я татарин. А что, татары не русские, что ли? Ну, вот это как? Даже такой... Вообще-то нет. Вообще-то нет, да. Но у этих людей, понимаешь, отравленных динатуратом и водкой, наверное, другое представление. Но даже такой либеральный мыслитель, который, в принципе, так сказать, негативно относился к национальному вопросу, как Фрэнсис Фукуяма вот в одной из своих последних книжек «Идентификация», идентичность, вернее, извиняюсь, он написал, что мы до последнего не учитывали и относились, так сказать, ну, легкомысленно к вопросу о национальных и религиозных чувствах. А на самом деле это те чувства, которые нельзя до конца задавить, он пишет. То есть у человека все равно это внутри сидит. И здесь то же самое. Какая бы сильная путинская система ни была, но у человека все равно внутри, особенно с начала войны в Украине. И ты же знаешь, многие стали искать у себя корни какие-то. Я не русский. Для меня это очень удивительный вопрос. Вот у меня был очень мощный триггер, когда началась война в Украине. То есть в некотором смысле я себя почувствовала украинкой. Ну, не в буквальном смысле, естественно. Я знаю, что я татарка. Но вот все те вещи, которые мы видели вокруг себя, то, как Путин артикулирует, что украинцы это тот же самый русский народ, просто немножко сбившись из пути, мы сейчас их обратно пристегнем. Это все у человека, который не является представителем такой большой, скажем так, титульной нации, вызывает отторжение и очень сильный протест. И вот у меня такой протест реально именно на фоне начала полномасштабной войны в Украине возник. Почему башкиры, которые сейчас выходят на протесты, чтобы защитить Фаиля Алсынова, чтобы защитить свой язык, свою культуру, право учить в обязательном порядке национальный язык в школе, почему они не взбунтовались, когда только началась война? Почему они не взбунтовались, когда их начали посылать как пушечное мясо на фронт? Почему вот это вот башкирство и татарство в них не взыграло? Нет, протесты были, быстро подавили, конечно. Да, как мы помним, и тот же Алсынов выступил против войны, в общем-то, за что его тоже оштрафовали. Он говорил о том, что башкиры не должны умирать на этой войне, не должны туда ехать и так далее и тому подобное. В Якутии, если помнишь, были вот эти вот женские хороводы, женщины вышли. И известные башкирцы, я извиняюсь, якутские деятели, они выступили с обращением, в котором отметили, что если сейчас якуты будут уезжать и умирать, то якутов просто не останется. Несмотря на то, что территория в 10 Франции, количество населения, там всего 1 миллион, я имею в виду, в Якутии, то же самое с тувинцами и с бурятами, например. То есть это же была политика Путина сознательно замешать туда так называемых нацменов, интернационализировать войну, замарать всех кровью, сказать, ну вот видите, не только мы, там, московитяне, воюем, но и татары, башкиры. Помнишь, известно его выступление «Я лакец», «Я чувашин», «Я татарин», «Я еврей» и так далее. То есть все Путин такой вот, всеохватный Путин у греков, у византийцев был такой, даже, по-моему, в Стамбуле есть этот храм, называется Пантократор. Ну, типа, вседержатель, да? Всесильный такой, так сказать. Вседержитель. Вседержитель, да. Соответственно, Путин – это вот такой вседемус, пандемус. Но у него это не получилось, потому что в действительности очень, это разбудило, во-первых, национальные чувства людей, дремлющие. Ведь против народов работают две силы. Первая – это глобализация, да, ну, которая стирает просто все, понятно. А вторая сила – это уже вот как бы имперская государственная сила. Да, потому что понятно, что сейчас Россия перешла на эти позиции. Один, один, один должен быть и фюрер, и государство, и язык, и все остальное. Вот. Поэтому идеология русского мира, она приобрела достаточно ясные, концептуальные и политические очертания. Все, кто сопротивляется этому, объявляются врагом народа. Поэтому вытащили этого дурачка, прыгающего в кожаных штанах шамана, да, как бы объявили его там главным вместо Киркурова, и он говорит, я русский, я русский, и так далее. Вот. Это здесь тоже все понятно. Как бы мы не ругали сталинизм, при сталинизме как бы такой, скажем, фомос советикус, он поддерживался, да, то есть все в кокошниках, там, кто-то в тюбетейках, но создавали иллюзию того, что есть очень, что есть содружество народов, семья народов. Сейчас ничего подобного нет, потому что система пошла по пути наибольшего упрощения всего и вся. В общем-то. Понятно, потому что и по уровню компетенции путинские чекисты отстают, ну, и по интеллекту, и по всем остальным. Поэтому я думаю, что вот возвращаясь к тому, что ты сказал и про Пастухова, а все-таки человек опытный и многопонимающий, и повидавший, в общем-то, на своем веку в том числе и развал Советского Союза, он понимает, о чем речь. Потенциал и пассионарный запал есть только у народов. Более того, они являются субъектами политики. Потому что, условно говоря, и мне, и тебе есть за что умирать. Я знаю, за что я борюсь. Житель условного там Рязани, ну, убери ты антивоенную повестку. И что? За прекрасную Россию будущего. Вот. Это все заканчивается. Вот делают перемирие. Там, условно, да, там на 3-4 года. И все. Все это пропадает. Санкции там потихонечку раскручивают. И все-все-все становится на свои места. А мы-то не прекращаем бороться. Потому что наша политическая субъектность и наша борьба, она как бы вшита в нас. Плюс ко всему у нас есть историческая, как я уже говорил, память. И твоих предков, я знаю, да, вынуждены были они бежать из казанского ханства и так далее. Потому что мы жили и живем в этих условиях. Когда мы на родной земле воспринимаемся этими чужеземцами, захватчиками, как враги. То есть это наша земля, но нам говорят, что вы там иногенты, еще кто-то там и так далее. В общем-то, все это никуда не денешь. А вот эта вот вся остальная масса, она легко смирится с любой промывкой мозгов. Кстати, многие задавались, и тот же сам Пастухов тоже задавался вопросом, почему, допустим, за Алилию Чанышеву башкиры не вышли. Ее приговорили к совершенно людоедскому сроку, ну мы понимаем, за ни за что, так-то формально за экстремистскую деятельность, но за то, что, понятно, она была в штабе Навального на семь с половиной лет. Этническая татарка, насколько я понимаю, из Башкортостана. Ну и там никаких таких протестов не было. Почему? Ее глубинный народ не воспринимает своей? Или какая причина? Именно так, да. Потому что она была связана с Навальным, потому что, условно говоря, она уехала в Москву и, в общем-то, там набралась каких-то либеральных штучек. То есть она не воспринималась как своей, как бы это прискорбно не звучало. И, собственно говоря, несмотря на то, что у нее знатный род, достаточно Чанышева, это известный род Мурс-татар, но то, что вот она была связана с этим либеральным, ведь по праву считаем, что либеральное, оно и имперское в России. И попробуй ты людей в обратном убеди. Хотя Чанышева там активно, в том числе, выступала за сохранение родных языков и все остальное, но как бы простые люди в этом не разбираются. Ага. Все это говорит о том, что протест будет иметь ярко выраженный национальный аспект. Аспект, связанный с тем, что у немцев называлось Гегенрайх, контримперия. Вот контримперский принцип, который мы просто должны концептуализировать сейчас. Вот что это такое? На чем он зыждится? И так далее и тому подобное. Ведь, например, до середины 70-х годов нефть из Татарстана обеспечивала основные потребности на советской нефти, пока не открыли вот эти вот месторождения Западной Сибири. Татарстане и Башкорстане, да? То есть фактически мы накормили ну азербайджанская нефть отчасти. Соответственно, при этом мы оставляли себе лишь два процента всех доходов. 98 уходил в Москве. С Башкортостаном тоже сад. Вот даже элементарный вот этот экономический подход в объяснении людям, потому что как делает Москва. Она пугает. Как это было в 90-х годах? В том числе и в Ашкортостане, и в Татарстане. Они пугались, что сейчас придут эти этнократы. Помнишь, такой термин даже выдумали? Этнократы. И всех русских будут резать. А когда ты объясняешь людям, что никого резать не будут, это просто пропаганда тупая, но если вы поддержите стремление людей, народов к обретению самостоятельности, субъектности, то вы сможете жить там, но не хуже Кувейта. Тогда очень любили сравнивать Кувейт и наши республики, да? Ну, по крайней мере, по нефтезапасам, плюс ко всему, промышленность очень развита, природа, водные ресурсы и все остальное. Могли бы жить не хуже, а может и лучше. Вот. А сейчас эти люди влачат жалкое существование, когда пенсионеры вынуждены ковыряться в этих мусорных баках. Хотя у них на глазах все эти баи, которые прислуживают Москве, я извиняюсь, разбрасываются миллионами, миллиардами. Мы тоже знаем этих людей, которые приблизены к власти все являются миллиардерами за счет разграбления наших республик. Нужно доводить людям, но, например, те же либералы этого не хотят делать. Они говорят, оставим все как при бабушке. Да, да, да. Все то же самое, только без Путина. Да, то же самое, только без Путина. А так не бывает, а так не бывает. Собственно, я же помню, как пришел Ельцин, и ты помнишь, когда он в Казани сказал сикраментальную фразу «берите суверенитет, сколько можете проглотить». Что случилось через три с половиной года? Открыл агрессию и прочее в Чеченской республике. Танки стояли близ границы с Татарстаном. Просто политической воли не хватило, потому что он увяз уже в Чечне. И он вел себя абсолютно, как и ведет себя Путин. Абсолютно. А тоже ведь демократ был, тоже носили на руках. Или помнишь, его обещание, если там эти, как его, ребята, которые уголь добывают, не получат свои кровные деньги, я лягу на рельсы, так сказать, пусть меня перелит. Ему потом долго это предъявляли, шахтеры, да? Долго предъявляли. Но это люди, которые выросли в этой системе. Ну, Ельцин еще фактуры был на самом деле. Но Путин-то, это же вообще мелочь. Но в стране, где выпёстывали все эти годы, худших из худших, даже на место Путин, ну кто придет? Даже условный демократ. Посмотри, что случилось с демократом Медведевым. Он спился. Ельцин спился. Да, кстати, Руслан, скажи, пожалуйста, а вот на твой взгляд, если бы Москва не проводила такую антинациональную, антиэтиническую политику, если бы она не закрывала национальные школы, библиотеки, если бы она оставила обязательным изучение национальных языков в республиках, да, потом распределение средств между федеральным центром и регионами было бы более таким справедливым, ну я не знаю, там 50 на 50 хотя бы, это бы могло остановить вот эти вот внутренние брожения? Или, на твой взгляд, это какой-то все равно процесс велотекущий, который бы просто замедлился и все равно бы, как веревочки не виться, конец был бы какой-то, ну, мы поняли какой. Ты знаешь, я не верю в разумность этого пространства по той простой причине, что оно радикально не воспринимает нормальность как форму жизни. Ныне покойный Глеб Павловский, хорошо я сформулировал, по-моему, своей концепцией, что Россия, российская цивилизация выживает в режиме экстрема, то есть она доводит ситуацию до экстремальной и за счет этого питается, в то время как остальные ищут выход, да, она питается, то есть она сознательно всегда обостряет. Ну вот как сейчас опять разговор о том, что там собирается напасть на Эстонию, на Литву, на Латвию, да, вроде и так истощены, но в принципе это сущность, это в режиме. Поэтому я, честно говоря, не верю, что они бы оставили там Татарстан, Башкортостан, другие республики и дали бы им мирно развиваться, потому что в этом случае как бы это не соответствовало бы ее экзистенциальному началу. А с другой стороны, она прекрасно понимает, что империя может жить только в режиме давления и натиска, давления и натиска. В общем-то, любая империя, которая прекращала наступать, она, ну вот, начиная с Рима, как только она прекратила, так сказать, экспансионистскую политику, она тоже как бы начала склопаться, склопаться. Путин это тоже в какой-то момент усвоил, поэтому эта идея о имперском величии, что нужно завоевать. А ведь в свое время еще российские ученые вывели такую странную концепцию, что была внутренняя колонизация. Значит, что она подразумевает? Что, дескать, вот этот вот север Евразии на самом деле, он как бы по некому априорному принципу принадлежал русской цивилизации. Вот принадлежал. То есть вот мы жили там, мы еще не знали, что на самом деле мы на русских землях живем. Русские уже. Да. И поэтому, когда русские туда шли, эта колонизация внутренняя была, то есть она была предопределена. Они шли к себе домой. Они к себе, да, домой шли, как бы убивали, ну, да, вот как говорится, бьет, значит, любит, примерно то же самое. Но вот это вот внутреннее колонизация, она до сих пор у них не решена. То есть они до сих пор считают, что нужно подавлять народы, нужно республики ликвидировать, языки ликвидировать, религию там поставить уж полностью, так сказать, под ведомство КГБ, там, да, чтобы это как РПЦ было уж совсем там, Святой Путин и так далее. Ну, потому что как бы ни ислам, ни буддизм, они не вписываются в начало русского мира. Каких бы ты там сволочей не поставь во главу духовных управлений или, так сказать, буддийских лам, но все равно это как бы вот не то. И тексты там какие-то по-арабски написаны, да, там-то вообще у буддистов непонятно что. Поэтому как бы это мешает. Надо присматривать. Надо присматривать. Ну, с Украины то же самое, да, заблудшие вот наши люди, заблудшие понимающие и так далее. А к остальным, которые не славяне, ну, сказано, что вот вы русский. Внутри этого суперэтноса вы просто вот какие-то маленькие такие черные точки, как на лице. Бывают такие черные точки. Вот сейчас мы вас стерем таким кремом и все нормально. Ой, кошмар, сделаем очистку пор. Руслан, скажи, пожалуйста, значит, вчера известный культуролог Александр Эткинд опубликовал на своей странице в фейсбуке карту Российской Федерации. Я вот надеюсь, нам сейчас ее ребята покажут тоже на экране. Ну, если, в общем, они ее не сделали. Короче, там была карта Российской Федерации. Вот. Значит, вот смотри, Location in Russia, я не знаю, там, в общем, это расположение Республики Татарстан на карте Российской Федерации. Вот так, когда смотришь на эту карту, думаешь, господи, какое огромное государство, вот реально монструозное. И вот Башкортостан. Вот он такой, у него, конечно, нет внешней границы ни с кем, но он все равно. В общем, все считали этот его намек, он ничего там прямо не написал, но комменты были очень такие говорящие, типа, расстояние одного марш-броска, ну, типа, там вот уже и на выход вообще недалеко и так далее. Ну, вот ты как думаешь, и тот же самый Пастухов, он в своем посте написал, что вот эти вот именно национальные силы, народы России, они могут не только свергнуть режим, но и развалить Россию. И все может прийти к распаду Российской Федерации. Ты как думаешь, вот может ли это начаться с Башкортостана и имеет ли это вообще значение и действительно может ли вот все закончиться именно этим? вполне может закончиться распадом, потому что в общем-то это пространство создано объединено, скажем так, мечом-огнем. Добровольно-то никто не входил по большому счету. Мы-то точно не входили добровольно. Это первое. Второе, вот этот вот искусственный коридор, который, вот там есть такой аппендикс, в виде Челябинской области, сознательно был сделан Сталином, когда тот был наркомом по делам национальностей, для того, чтобы республики Павлжи, это Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Удмуртия, Мариел, не имели внешней границы. Которые все, кстати, расположены там рядом, только они все западнее находятся. Да, да, но они примыкают, то есть гранично, они другими такими полипами прилипают, да, и чтобы не было прямой границы с Казахстаном, а потом уже, когда, например, тот же Татарстан требовал себе союзного статуса, Сталин использовал аргумент, что у вас нету внешней границы с другой союзной республикой, соответственно, вы не имеете права на этот статус. И впоследствии этот довод, хотя он нигде не был зафиксирован ни в каком документе, они использовали. Мы не можем дать вам союзный статус, у вас нет внешней границы. Соответственно, отсутствие внешней границы не позволило вот этим вот повозским республикам обрести подлинный суверенитет. Не позволило. А они остались вот как бы вот зашитыми внутри этого огромного монстра. Но история, конечно, по Гегелю и повторяется дважды. Сначала в виде трагедии, потом в виде фарса. Но я думаю, что аналогичным образом она не повторяется. И на сей раз этот распад этого пространства будет более жесткий, потому что это еще и распад ментальный. Потому что тогда все-таки были советские люди. Совки были. Что уж говорить, да? Воспитанные в Совке. Сейчас Совков, есть они старшие поколения, но они не являются драйверами больших политических процессов. Уже более 30 лет прошло распад Советского Союза. Соответственно, и люди, и общество другое. Поэтому этот распад будет иметь совсем другие конфигурации, психоментальные в том числе. но ведь если мы там возьмем и посмотрим вот Якутия, вон самый большой регион, да? То есть это по сути там, я не знаю, одна четверть России. Но все эти, все наши регионы, они богаты полезными ископаемыми, поэтому когда те же либералы говорят о том, что, кстати говоря, там тот же Милов говорил, что ну, если они выйдут, они же там с нищеты все, так сказать, умрут. Кормиться-то им нечем будет, ну, в Москве нечем будет кормиться, потому что в Москве ничего не производят. Москва производит две вещи. Запрет и разрешение. Печать, да, как было у индонезийских, малайзийских народов. Табу и оно. Разрешение и запрет. И все, Москва больше ничего не производит, на самом-то деле. Даже бедные москвичи, тут они там пытались, пытались, я имею в виду. Автозавод реанимировать не получилось. Ну, плитку там Собянин какую-то производит. Все. То есть, Россия, вот по большому счету, даже чисто, так сказать, технически, если представить, Россия формально это федерация. То есть, это объединение различных субъектов. Нету такого понятия, как Россия. Вот, юридически. Потому что она состоит из разных пространств, осколков, скажем, да? Ну, а вот это центральный федеральный округ же есть, ЦФО, вот так называемые не Черноземья, там, вместе с Доном и Кубанью и Северо-Западом. Ну, вот это, наверное, оно, я так думаю. видимо, но юридически-то оно как бы не сильно оформлено. То есть, я к тому, что России как таковой самой нет, это федерация. Соответственно, все, кто входит в ее состав, могут в какой-то момент сказать, а мы хотим пересобраться, переучредиться и, условно говоря, там, выступить в конфедерации народов без вот ваших, там, московских, там, рязанских. Ну, рязанских тоже, там, в принципе, рязанское князство было, татарское, да, Касимовское. Предки по отцовской линии у меня там имели на дело. Поэтому тоже, как бы, до 1681 года Касимовское ханство было. Вот, так сказать. Собственно, вот, если начнешь копать исторически, то кажется, что, ну, вот, политически и географически это пространство как бы не имеет, скажем, претензий на то, чтобы быть русским. Так. А можно еще раз, пожалуйста, ребят, карту показать? Мне вот очень понравилось твое объяснение. Я правильно понимаю, что вот этот вот узенький перешейчик, который отделяет Башкортостан, наверное, от Казахстана, я так предполагаю, он был создан искусственно, и это и есть Кувандыгский коридор, так называемый. Да-да. Да. Да-да. Кувандыгский. И я в этих местах много был, там много татар и башкир, но в общем-то там вся топонимика и Кувандыг и другие там названия, они в общем-то указывают на то, что это просто наши земли. Но вот Сталин вот сознательно создан таким образом. Но все эти границы, это же, я извиняюсь, просто искусственная вещь. Да, кто-то начертил, кто-то стер. Сегодня так, завтра эдак. Поэтому ориентироваться на эти границы тоже никакого смысла нет. Потому что, например, татар, за пределами Татарстана проживает 75%. На самом-то деле. Татарстан лишь маленький как бы такой кусочек, который в свое время в Советском Союзе нам нарисовали, сознательно откусив по всему периметру, чтобы отделить татарскую этническую массу. Потому что Сталин руководствовался принципом разделяя и властвуй. Очень умело это делал, кстати говоря. И поэтому мы, я думаю, сможем это все пересмотреть. Надо настаивать на том, чтобы пересматривать. Потому что эта модель себя исчерпала. сто лет она просуществовала, все, давай, до свидания. Ну, многие, конечно, опасаются, что все эти процессы, я вот, например, лично опасаюсь, что все эти процессы, даже если этот развал рано или поздно неизбежен, это все будет сопровождаться насилием, кровью, и вряд ли это пройдет как-то мирно и спокойно. И вот именно по этой причине у меня лично это вызывает большие опасения. Хотя, с другой стороны, вот, например, я разговаривала на эту тему еще в самом начале полномасштабного вторжения со своим знакомым из Казани, и он сказал, что вот он хочет, чтобы этим, наверное, все это и закончилось. Я сказала, ты знаешь, а я, наверное, не хочу. Я вот так себя спрашиваю, и мне как-то становится страшно и не по себе. И он сказал мне на это, Фаридуша, но дело в том, что чего бы ты там хотела или не хотела, и чего бы я там хотел или не хотел, это неизбежно. Вот по его мнению, что, ну, как я уже сказала, как веревочки не виться, все равно конец один. Хорошо, Руслан, мы сейчас все равно говорим о каких-то событиях более отдаленного масштаба. Вот в ближайшее время, как ты думаешь, что будет происходить в Башкортостане? Вот на фоне всего того, что уже произошло. На фоне посадки, по-видимому, неизбежной Алсынова и так далее. Я думаю, что башкирское национальное движение не успокоится на этом, они будут искать новые формы протеста и воли изъявления своего, потому что любые репрессии, которые были, абсолютно не сломили их волю к сопротивлению. Да, будут применять какие-то точечные репрессии и так далее, но я же говорю, власть слаба тем фактом, что она якобы перешла на мобилизационную, так сказать, на мобилизационные рельсы и все как бы бросила в топку войны, думая о том, что внутри так все хорошо. На самом деле, нет. Я думаю, что кризисные явления будут нарастать. Может быть, условно говоря, до выборов они попытаются все это сдерживать. Я имею в виду раскручиваться, раскручиваться и раскручиваться. Потому что как только региональные элиты, как бы они не были лояльны и преданы верховному, как сказал Кадыров, говнокомандующему, мы увидим, как только там все начнет ослабляться, они тут же будут от него дрейфовать в сторону. Это просто закон диалектики и с этим ничего ты не сделаешь. Собственно говоря, римские императоры доверяли только своим коням, как известно, могли их предать, затоптав случайно. Никому нельзя доверять, а уж эти зубры-то прекрасно знают. И даже Кадыров, который клянется, то же самое. Я правильно понимаю, что имени ханов и хабиров, которые сейчас формируют вот эти добровольческие батальоны, накачивая их национальной символикой, отправляя мужиков татарских и башкирских на фронт и утилизируют их там, в какой-то момент могут сказать, я на тот момент действовал в интересах республики. Я вот хотел бы и дальше ей руководить, а с Путиным мне больше не по пути. запросто. Я напомню, что в начале 90-х годов, когда Татарстан объявил суверенитет, риторика была следующая. Мы берем ответственность за судьбу республики в свои руки. Власть в СССР, потом уже в Российской Федерации, непонятно, они между собой дерутся. Мы не можем бросить наших людей на произвол судьбы, поэтому мы и объявляем. Это эквилибристика словесная. То есть они перевертывшие на самом деле. Ты же прекрасно понимаешь, были коммунистами, стали демократами, потом верующими, потом патриотами, монархистами. Для них в общем-то переобуться в воздухе проблем не составит. Или помнишь как в знаменитом фильме «Гараж» у прекрасного Эльдара Рязанова? Милочка моя, вовремя предать это, не предать это, предвидеть. Они так и объяснят. Мы не предали, мы предвидели мы сознательно оберегали республику от еще больших санкций и от еще больших, так сказать, административных каких-то давлений. Ну а что, вот мы же сохранили там то, сего. Наши же так и говорят там в Татарстане. Татнефть единственная нефтяная региональная компания, которая еще сечен под себя неподмен. Вот мы уйдем и тогда вот и Татнефть уйдет. Так что, дорогие друзья, молитесь на нас, потому что, если придет Сечен, он вас съест живьем, без поджарки. Ну, примерно то же самое будут объяснять иной вопрос, что есть позиция, у него есть позиция Запада. Есть позиция Запада, Запад боится развала, Запад боится неопределенности. Джордж Буш, старший, перед смертью сказал, мы не хотели развала Советского Союза. Он был прав абсолютно. Американская элита боялась, они не знали, чем это закончится. А путинская система, например, эти нарративы сейчас активно использует, она говорит, а ядерное оружие, а в чьи руки оно попадет? А вот эти разрозненные вооруженные формирования? Ну и так далее. А Китай сейчас усилится? А сейчас а в чьи руки оно попадет? А в чьи руки попадет ядерное оружие? А вооруженные формирования, возвращающиеся с войны? Ну, дело в том, что они будут там делить власть внутри себя, как феодалы с феодалами. Это первое, укреплять власть. Второе, ядерное оружие все-таки надо прекрасно понимать, это не лукошка с мороженым, которую взял, украл у соседа, да, и понес, перепродал. Ну, это технологически очень сложная вещь. Во-первых, во-вторых, эти шахты, там, базирование наземного или передвижного базирования ядерного оружия, они все известны. То есть, это не так просто взял, использовал и что дальше? Ну, хорошо, какие-то специалисты Северной Кореи приехали, взяли это дальше, что они будут делать? Американцы наносят точечный удар и, так сказать, расфигачивают. Ну, то есть, я имею в виду, что, конечно, технически все это решается. Возможно, я, так сказать, упрощаю и банализирую все, но, на мой взгляд, это просто страх, на котором играет Москва и пугает, ну, отвыкшим от войны и несчастий западноевропейского обывателя. хотя уже сейчас там вот натовцы объявили о том, что Россия в скором времени может открыть второй фронт. Шведы так вообще сказали, что давайте готовься к войне, хотя шведы не воевали, по-моему, со времен Карла XII, да, 300 лет так активно. Ну, вот, ситуация меняется. И поэтому ты как бы определяешь для себя. Я понимаю, что Америке на самом деле не очень нужно с этим разбираться. То есть для нее, да, такая Россия единая, но понятная, она проще. А это же экзистенциональный вызов для Европы прежде всего, не для Америки. Америки-то что? Америка поднялась за счет двух войн мировых и фактически не пострадала, ну, за счет какой-то странной провокации на Перл-Харборе, а в остальном-то нет. А Европа-то постоянно страдает. Бедная Европа там то Гитлер, то Наполеон, то Сталин, то Путин и как бы ходит туда-сюда. Поэтому это Европе надо решать эти проблемы, не Америки все-таки. Как думаешь, можно сказать, что это не националисты активисты в регионах разваливают Россию, а Путин и компания разваливают Россию? Я думаю, что да, более того, они ее убивают просто. Потому что вот это вот опять-таки словесный политический оборот разваливает, он сразу как бы людей ввергает в том смысле, что ну, как бы вот это плохо. Катастрофа. Развал это всегда плохо. Катастрофа, да, негативная констанция. Да, вот он фактически ее насилует, скажем так. Путин насильник, вот он насилует страну, насилует там Украину, до этого он насиловал там Кавказ, да, то есть угрожал государством Центральной Азии, бомбил Сирию, поддерживал Асада, ну и так далее и тому подобное. То есть это в действительности он делает все, чтобы эта страна не жила нормально и чтобы люди ненавидели, нормальные люди ненавидели это пространство. Ведь простые люди думают как? Вот есть проблемы. Проблемы, условно говоря, ну, связаны с тем, что Россия всегда источник некой агрессии. Убери Россию, источник агрессии не будет. Вне зависимости там Путин или там Иванов Сигар. Поэтому развал России, так называемый, это не страх такого вот, вернее, не страх, это, скажем, не политическая формула негативная, а это данность. Ну, вот, опять-таки, сколько в истории было империй. Все они разваливались, пересобирались, новые конфигурации были. Вот даже так, 13 американских штатов создали договор, подписали договор федеративный, создали Соединенные Государства Америки. Да? Вот что мешает республикам, ныне находящимся в составе России, подписать аналогичный договор в будущем и создать собственную конфедерацию. Ведь это пространство остается, а людей пугают, что, знаешь, я не знаю, ты сталкивался с нет, но когда в Москве работал, из Казани уехал, меня на полном серьезе спрашивают, какие у вас деньги там, есть ли у вас таможенные кордоны в Татарстане? Да, 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 да. Ну вот, это Москва. Все ли вы ездите в хадж? Ешь ли ты коней? Ну там много всего, да. Коней, да, похищают ли невест, ну и так далее, да. Вот это вот все. То есть, на самом деле, никакой единой стороны нет. Нет ее исторически, ментально нет. Раз уж самой ее столице, так сказать, тебя воспринимают, хотя, ну что там, 800 километров. 700 километров в масштабах России это вообще ни о чем. Час лета на самолете. Но мы можем создать собственное, собственное конфедеративное устройство. Потому что одним выжить, конечно, будет очень тяжело, я не спорю. Но вместе мы можем переучредить, пересобрать. Как это сделали Соединенные Штаты? Как это сделала Мексика? Европа, которая все это время воевала. Она смогла объединиться в Европейский Союз. Есть противоречие, конечно. Но это не мешает им как бы действовать в унисон. Поэтому нет ничего нереального. Кто бы мог сказать, что французы и немцы будут действовать сообща? кто бы мог представить такое? Всю жизнь воевали. Да. А Эрзас и Латаринги это просто да, это да, да. Да, Роби Спир вообще сказал, что это Эрзас и Латаринги это вообще наше проклятие чертямовского. Игорь, взять бы его удалить вообще с карты мира и так далее. Ну вот живут нормально, припеваючи, как бы решаются вообще собственные проблемы. Поэтому я думаю, что ничего невозможного здесь нет. мы это пространство никуда в черную дуру не запихиваем. Она остается. Но мы ее переучереждаем, устанавливаем собственную власть, там называем как-то по-другому и все. И живем нормально, так сказать, припеваючи. В конечном итоге, в конечном итоге, как бы там что кто не говорил, вот я там выезжаешь в Казахстан. Но в Казахстане люди живут лучше. Да, вот многие из России туда уехали. И в конечном итоге еще и пространство Туран огромное. Многие теоретики его ограничивают только тюркским пространством. Я все-таки расширяю ее до пространства так называемого Дешта Копчак, то есть пространство половецкого поля. туда входит и Украина и Китай. Вот это огромное пространство может стать альтернативой России. Руслан, прости, пожалуйста, мне говорят, что мы должны остановиться. Я понимаю, что это уже на следующую лекцию огромный материал. Поговорим об этом обязательно как-нибудь. Бигзур Рахмад Сина. Я напоминаю, что сегодня гостем нашего эфира был политолог Руслан Айсин.